Сегодня Православная Церковь отмечает преображение Господня. Праздник установлен еще во времена правления равнопостальной царицы Елены. Имеющую многовековую историю, это событие напоминает о дне, когда Иисус Христос явился своим ученикам в божественном величии и славе. Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершает сегодня Божественную Литургию в столичном храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Вдегунина. В Екатеринбурге в канун двенадесятого торжества в храме, освященном в честь преображения Господня, встречали правящего архиерея, возглавившего здесь всеночное бдение престольного праздника. Продолжит Надежда Калинина. Храм преображения Господня расположен на Уктусе, одном из самых живописных мест Екатеринбурга. Первоначально на этом месте был построен деревянный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Но к началу XIX века здесь было решено строить новую каменную церковь. Люди возносили свои молитвы в этом храме до начала 30-х годов XX века. После Дом Божий разорили и передали здание сначала шиномонтажному тресту, а затем заводу абонитовых изделий. Но 20 лет назад здесь прошло пасхальное богослужение, с которого и началось восстановление храма под руководством настоятеля прихода, протеерея Николая Ладюка. Из храма вывозили все, что можно, арматуру, заводские крепления. Все, что можно, сначала сбрасывали здесь, а когда уже все, что могли вывезти, вывезли, а что не могли, огромные тяжелые балки, это все было закопано тоже здесь. Вместе с реставрацией храма облагораживалась и территория рядом с ним. Со временем здесь был разбит сад. Привозили землю, рассаду и декоративные камни. Среди прихожан и их знакомых находились и специалисты ландшафтного дизайна, и архитекторы. Стыковались люди, которые вместе учились, профессора, которые им преподавали. И вот мы их находили в разных местах, а оказалось это одно целое. Как бы такое сердце. Удивительные вещи происходили. Сад очень полюбился прихожанам, а особенно их детям. Ведь они могут здесь поиграть, пока взрослые молятся в храме. ПЕСНЯ 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 За богослужением вместе с прихожанами молился и правящий архиерей Екатеринбургской епархии. Был совершен крестный ход, после которого владыка обратился к молящимся. ПЕСНЯ 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 но и возрождение самой настоящей приходской церковной жизни. Затем состоялось награждение памятными медалями и грамотами. Настоятелю храма, протеерею Николаю Лудику, была вручена медаль святых царственных старстотерпцев первой степени. Сегодня в Преображенском приходе отмечают именины храма, престольный праздник, который в народе именуется «Яблочный спас». А в церковном саду к этому дню уже появились яблоки. Плоды на этом дереве созреют лишь в сентябре, поэтому на «Яблочный спас» их осветят, не снимая с веток. Ну а урожай будут собирать к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.